Всем привет! С вами Ольга Чернунова, моя огородная азбука. 17 апреля, у нас стоит сказочная погода, 16 градусов, послезавтра будет 22, и казалось бы, все, наступило лето. Но, конечно, эта погода обманчивая, и сейчас самая актуальная тема, вот люди пишут про тоннели. Когда же начинать высаживать в тоннели, в открытый грунт? Эта тема интересует многих, потому что не у всех есть теплицы дома, рассада ненадлежащего качества. Я вот сегодня прочитала, Елена Тимофеева пишет, если температура ночью около нуля, а днем 5-8, то когда садить в тоннели, какую температуру ждать? И там еще, короче, каждый день по несколько вот таких вот на эту тему комментариев, вопросов приходит. Так когда высаживать рассаду в тоннели? Мы потом пройдем еще туда по погоде, я покажу вам, как высчитываю. Но сейчас я расскажу, что вот если, как у зрительницы, температура ночью 0, высаживать, конечно, нельзя. Итак, самое главное условие вот этой успешной высадки в тоннель, это нужно дождаться плюсовой температуры ночью. Пусть она будет плюс 3, плюс 4, но ночью должен быть плюс. В тот момент, когда мы высаживаем, то есть мы ждем теплое окно, когда хороший плюс днем, пусть там 12, 13, 14, и небольшой, но плюс ночью, пусть там 3, 4. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы 1, 2 или 3 дня почва, верхний слой почвы прогрелся, чтобы он был теплым. Когда 0 ночью, днем, пусть там даже плюс 15, вот смотрите, днем почва прогрелась, ночью хоп, она опять до нуля, можно сказать, чуть ли не замерзает. Днем опять прогрелась. А нам нужна погода, чтобы днем она прогрелась, а ночью она не успела остыть. И вот я расскажу, какой период я наметила. И вот нае вот это теплое окно нам достаточно 3-4 дня. 2 дня для прогрева до высадки и 2 дня, чтобы были теплые уже после того, как они будут высажены. Чтобы вот этот период адаптации прошел в более комфортных условиях. Смотрите, например, дожидаемся 12, 15 и 3 днем. Один день ждем, другой день ждем. На второй день, ну за это время можно подготовить грядки, можно сделать маркировку. Все это у меня есть видео на канале, я постараюсь ссылку в описании к этому видео сбросить. Второй день ждем, грядку выкопали, маркировку сделали, можно даже пленкой полиэтиленовой прикрыть, чтобы как можно сильнее прогрелась. Нам нужно всего 10 сантиметров теплого грунта. То, что дальше он внизу будет холодный, нас это не касается. Растения будут пока осваивать только верхний слой грунта, который теплый. Все, на третий день мы высадили и нужно постараться сразу их прикрыть и сразу укутать, чтобы вот это тепло, которое в эти дни там накопилось и которые последующие два дня еще там будет накапливаться, чтобы оно сохранилось. И потом, поверьте мне, даже если будет низкая температура, может и выпасть снег маленько тонким слоем. У нас были в прошлом году и бураны, и метели после этого, но они уже там в домике, у них уже свое там тепло, они уже там надышали. Если они еще тем более уже прицепились в почву, это будет вообще идеально. Этого тепла, которое вот за это время накопится, им достаточно, чтобы пересидеть холодный период. Обычно периоды же как чередуются, теплый, холодный, теплый, холодный. В теплые высадили, запаковали, холодные они пережили. Потом опять все равно наступит теплый, они опять там прогреются, земля прогреется. Придется даже, может быть, открывать эти торцы для проветривания. Но дальше уже все будет нормально. Главное выбрать хорошо вот это теплое окно. Мы сейчас пойдем, я открою компьютер и я покажу вам, как выбирать это теплое окно. И все будет хорошо. Желаю вам удачи. Вот буквально 2 минуты назад от Полины Юдиной пришел тоже комментарий на эту тему. Это уже человек, который испробовал этот метод и он ему понравился. Она пишет. В прошлом году вместе с вами высаживала томаты в тоннели, грела свечками. Соседи удивленно смотрели, урожай был на зависть. В этом году соседи активизировались гораздо раньше. На следующей неделе нам обещают жару. Будем высаживать томаты в теплице и в тоннели. Мы в Красноярске живем. Вот многие люди, которые в том году попробовали и был удачный опыт, им понравилось. Они сейчас тоже на низком старте. Вот я ответила, что да, многие на низком старте. Я сейчас хочу более подробно рассказать о том, как определить дату. Конечно, больше всего это для новичков. Вот я открыла погоду и сейчас мы очень подробно все посмотрим. К сожалению, в этом году я сама массовые вот такие посадки по несколько тысяч, как я делала на протяжении многих лет, уже прекратила выращивать. Потому что, ну как и возраст уже, и немножко перешла я на другое. Но все-таки я буду для себя выращивать в тоннели. То есть я буду не на продажу высаживать томаты, а на постоянное место в такие же тоннели, тоже в апреле, рано, но для собственного употребления. Хочу еще вот так попробовать. Для собственного употребления, сразу скажу, я буду выращивать впервые. Обычно я там на доращивание. Но принцип, по которому я буду выбирать теплое окно, для меня лично, он точно такой же, что вы будете выращивать, например, рассаду на доращивание, что я высажу рассаду уже на постоянку туда. Это все одно и то же. Я вот открываю Яндекс, я всегда говорила, вот смотрим, написано БИСК. Сегодня плюс 15. Вот я только что стояла, говорила, что прекрасная погода, все вроде бы. Можно бы уже и высаживать, но... Сейчас посмотрю. Но смотрите, еще у меня, вот сегодня даже 17 будет, но ночью 3, завтра ночью 2 и послезавтра 2. И мне нет смысла торопиться высаживать вот в эти дни, когда ночью очень холодная погода, потому что я высажу и сразу их как бы выкину в такие не очень благоприятные условия на 2 градуса. Когда можно подождать всего 3 дня, и вот смотрите, буквально через 3 дня ночные будут плюс 6, плюс 9 у меня. Но если у вас будет плюс 4 и плюс 5, то это идеальная погода для высадки. Вот смотрите, у меня в понедельник будет 21 градус, ночью плюс 4, почва греется. Можно приготовить грядку. Во вторник плюс 22, ночью плюс 6, почва греется, маркировку делаем. И вот за эти дни земля, верхний слой прогреется, как я говорила, но кто-то еще кидает пленочку, и она будет уже пригодна для высадки томатов. Дальше смотрим. Так, так, это грелось и это грелось. Вот, когда я высажу в среду, например, но я точно не говорю, что в среду, но я в течение вот этой следующей недели тоже планирую высадку. Я посмотрю там по времени. Если я в среду высажу при 22 градусах, ясно, что верхний слой 10 градусов, ой, 10 сантиметров грунта, будет почти горячее. В это время земля прям теплая. Нам глубина сильно не нужна. И ночью плюс 9 я вот выбираю такие температуры, чтобы если вдруг, я же высаживаю одна, если вдруг я не успею укрыть и упаковать, я очень часто оставляю первый и второй день, когда не доделана у меня грядка, я очень часто оставляю открытыми. При плюс 9, вы знаете прекрасно, томаты у нас вот в теплице сейчас ночуют, при плюс 9, при плюс 8. Так что вот эти посадки, которые я высажу, я первую ночь я могу вообще не накрывать. Я могу прям поверх них просто не тканку вот так бросить, ну чисто для успокоения, для как очистки совести. И второй день, если я не докончу опять грядку, ну нет, я в этом году докончу, я-то имею в виду, что вот когда я высаживала, каждая грядка была полторы тысячи, я иногда в один день не успевала досадить ее, и я досаживала на второй день, и я вынуждена была незакрытую грядку оставлять. И вот для тех, кто будет садить много-много, вот, например, в первый день не успели, ночь плюс 9, пусть стоят открытые. Второй день досадили, закрыли. И когда ночью плюс 9, а на улице тоже хороший плюс, представьте, как у них там в этих тоннелях прогреется. Вам придется даже торцы держать на следующий день открытые. Ну и тут у нас не только окно, у нас тут такая, как сказать, целые двери, не то что теплое окно, целые открытые двери, теплая погода. Вот смотрите, вот один день, 22 плюс 9, 24 плюс 12, 23 плюс 12, уж это теплое окно я точно не упущу, в этот период что-нибудь нужно высадить в открытый грунт, хорошенечко упаковать, и даже если дальше идет на понижение, вот смотрите, тут уже 21,10, 13,8, видно, что идет вниз, 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 пошли дожди, тут уже и 6 градусов ночью, так, 6, 8, неважно, опустится до 4, до 3, до 1 градуса, они будут в домике, они будут запечатаны, укупорены, и дальше уже будет зависеть от вас. Как по моему опыту прошлого года, у нас, когда нас завалило снегом полностью, и был снежный покров, который не таял несколько дней, достаточно было на ночь 4 свечи, которые помогли им пережить в тоннелях к томатам, и посмотрите, какая потом была рассада, толстенная, там такая корневая система, потому что вот в таких экстремальных условиях она старается, ну как, ну, наверное, все силы, которые есть у растения, она старается, чтобы выжить, побольше корней там, такие вот, вверх она не сильно растет в это время, но корнищи ужасно огромные, такие страшные, даже на них, смотри, такие толстые, и потом ее, когда высадишь, она дает рывок и очень быстро догоняет остальных. Конечно, про этот способ высадки нужно очень много знать нюансов, но я ссылки на прошлогодние, позапрошлогодние видео дам, кого действительно интересует эта тема, они могут все это посмотреть, могут во все это вникнуть, процесс сложный, но он стоит того, зато никаких теплиц, никакого обогрева, рассада не вытянувшаяся, крепкая, и что самое интересное, что самое привлекательное, вот, что меня привлекало в этом методе, можно на нем еще немножко, как бы, заработать немножко денег, то есть можно высадить, очень-очень много рассады, мы не ограничены, ни окошком, ни теплицей, тут вот какую хочешь грядку длины, такую делай, и все они вырастут прекрасно, все, до свидания.